Существует достаточно давно, не будем говорить про официальную регистрацию, но тоже достаточно давняя. По факту год основания компании-разработчика продукта DeviceLog датируется 96-м годом, когда появилась новая, первая версия DeviceLog. Простая, легкая, умеющая совсем немного. С тех пор, за почти 20 лет существования продукта, мы переросли в категорию, уже смело можно сказать, международного лидера, в категорию разработчиков ULP-систем, специализируемся на разработке именно Endpoint-класса. За это время успели продать лицензии что-то около больше 7 миллионов экземпляров, то есть по всему миру теоретически существует около 7 миллионов компьютеров, на которых стоит DeviceLog. Офис разработки находится в Москве, на улице Малая Семеновская. Всегда добро пожаловать в гости, всегда рады. Ряд клиентов вы, в принципе, видите на экране. Это про Россию. И, конечно, гораздо больше, но поскольку мы работаем в области информационной безопасности, право широко и открыто рассказывать о своих клиентах, мы, естественно, не имеем. За рубежом тоже у нас очень большая партнерская сеть, реально работающая, реально продающая. Среди клиентов есть, например, такие интересные организации, как Госдеп США или крупнейшая инвестиционная компания США. Да, очень много компаний, организаций, правительственных, коммерческих, из очень разных отраслей. Теперь, собственно, по теме. Для начала предлагаю оговориться о терминологии, о том, с чем мы имеем дело. Мы не разрабатываем антивирусы, мы не разрабатываем вафы и прочие полезные средства. Мы работаем с тем, что относится к утечке данных. Утечкой данных мы будем считать некий инцидент, связанный с информационной безопасностью, когда информация, которая должна иметь доступ ограниченного характера, так или иначе случайно, намеренно или преднамеренно, появляется там, где ей быть не должно. У неавторизованных пользователей внутрикампании или вне компании. То есть внешняя или внутренняя утечка данных, соответственно. Утекать может что угодно, что имеет для компании ценность, что может составлять государственную тайну, коммерческую тайну, персональные данные, различные сведения, представляющие определенный интерьер для тиберпреступности, для злоумышленников, все что угодно. Происходить утечка может за счет внешних атак, когда, например, за корпоративный периметр проникает вредоносная программа обтечения, за счет фишинга и кучи других способов, и за счет внутренних процессов, когда утечки становятся следствием небрежности сотрудников, старания, стремления поработать гораздо больше, чем можно в условиях офиса, утащить документы домой, с ними поработать, ну, по дороге потерять флешку, это как бы не страшно. Но последствия, последствия могут быть разные. От ущерба национальной безопасности до репутационных убытков. Это, я думаю, комментировать, в общем-то, и не требуется. При этом важно понимать, что чем проще сценарий утечки для пользователя, тем более он вероятен. Никто, как правило, не будет искать сложных путей, для того, чтобы забрать клиентскую базу себе. Взяли, положили на флешку, слили в облако, все, задача выполнена. При этом очень важно понимать и помнить, что мы живем в сифровом мире. Практически у всех есть доступ в социальные сети, персональные ящики, веб-почки. Почти все пользуются облачными хранилищами. Яндекс.Диск знает, наверное, даже каждая доярка. И что здесь особенно, все эти сетевые приложения, сервисы, они созданы для пользователей, для их удобства, для их социальной функции. И никакой обратной связи, никакого инструмента взаимодействия с корпоративной безопасностью у них нет. Простейший пример – Dropbox. Я получил файлик, я положил его в свой ящик Dropbox, в свое хранилище, все. Дальше администратор корпоративный ничего с этим сделать в принципе уже не может. Это мой личный инструментарий, мой личный сервис. Вся модель безопасности этого ширпотреба основана на том, что все решения, абсолютно все, о том, как авторизовываться, как получать доступ к данным, на каком уровне, принимаю я как конечный пользователь. А я при этом далеко не всегда как пользователь являюсь владельцем данных. По сути, мы сейчас находимся в той интересной фазе, когда для и рабочей жизни, для рабочих процессов, и для личной жизни мы используем одни и те же устройства и одни и те же сервисы. Одна и та же флешка для хранения музыки и для хранения клиентской базы. Одна и та же почта для переписки с подругами и женами, друзьями и клиентами, подрядчиками. Все здесь упирается в рабочие станции. Все очень просто. Время мейнфреймов, оно в общем-то прошло. Сейчас для того, чтобы создавать информацию, обрабатывать ее, хранить, можно все это делать на обычной рабочей станции. И не обязательно. Это может быть любое домашнее устройство. Домашний компьютер, использующий доступ к оперативной сети. Удобно, просто. Следствие очень простое. Именно пользователь, он становится центром во всех информационных процессах компании. Он использует персональные устройства, использует персональные сервисы. А следствие одно. Значение дисциплины, значимость дисциплины пользователя становится во главе угла. Как следствие, следующее следствие, это дейта-центричность угроз. Пользователь, с одной стороны, использует современное коммуникационное средство. Мессенджеры, веб-почту, файлообменники, все что угодно. Он использует не только для себя, но и для решения бизнес-задач. Это хорошо. Люди более продуктивные, это замечательно. С другой стороны, стоит тиберпреступность, у которой, в общем-то, уже нет задачи просто так поломать периметр корпоративной сети, заодно остановить все лифты в здании. Смысл тиберпреступности всегда один. Получить прибыль. Как ее получить? Не за счет же того, что лифты останавливаются. Надо получить то, что можно продать или можно использовать для получения прибыли. Простейший пример. Засылаем письмо с фишинговой ссылкой. Она спокойно проходит периметр, проходит антивирусы, файрволы, попадает пользователю в его личное устройство и дальше совершенно, не напрягаясь, вытаскивает обычными сетевыми протоколами ту информацию, которую можно достать, например, в папке «Мои документы» у этого пользователя. Как следствие, получается очень простая картинка. Внешняя атака пробивает средства защиты на корпоративном периметре и становится внутренней уже угрозой, используя внутренние каналы утечки. Вывод какой? Нужен контроль. Кажется, вполне очевидный вывод, о котором почему-то часто забывают. И, к моему большому сожалению, а я уже больше 10 лет работаю именно в рынке DLP, в рынке борьбы с утечками, я наблюдаю традиционную картину, которая характерна для очень многих расистик предприятий. У нас предпочитают простые решения. У нас или все банально, по-тупому блокируют, или включают глобальное протоколирование и наблюдают за тем, как происходят утечки. Да, при этом понятно, что предприятиям выгодно, чтобы сотрудники работали и использовали личные сервисы, если они при этом повышают эффективность. Да, полностью запрещают личные устройства, личные сервисы. Это непродуктивно. Это приводит к отказу от всего того, что нам дает ширпотреб. Вот эта консимуализация. Да, сейчас мы наблюдаем ситуации где-то с осени, когда самые активные на маркетинговом рынке ДЛП-вендоры российского происхождения начинают заявлять, что у них появляется функция блокировки. Но задача ведь не стоит в том, чтобы просто взять и заблокировать. Нужно контролировать потоки данных. Соответственно, рынке есть продукты, решения, классы ДЛП. И вот здесь очень интересная картина, опять же, характерная для российского рынка. Почему мы изначально, когда закивали этот вебинар и подчеркивали в эту разницу ДЛП или ДЛП в кавычках? В слове ДЛП есть одно важное слово, prevention. Есть разные варианты, protection и что-что-то. Но, как правило, самым часто употребимым в зарубежной терминологии, именно в зарубежной, является слово prevention. Оно означает в прямом переводе предотвращение. То есть, что такое система класса ДЛП? Это решение, которое обеспечивает детектирование и предотвращение недозволенного использования, недозволенного хранения, неавторизованного перемещения данных ограниченного доступа принадлежащих организаций, а не пользователя. Система класса ДЛП должна использовать два различных метода для принятия решения. Это контекстный контроль по окружению и инспекция с фильтрацией контента содержимого. Соответственно, есть и разные виды архитектуры. Это сетевые ДЛП, когда ключевым звеном является некий сетевой шлюз, сетевой сервер ДЛП. Он может быть аппаратным, виртуальным, может быть программным. Это несущественно. И вторая категория ДЛП-решения по архитектуре это эндпойнт или хостовые ДЛП, еще называются одиннские. Когда весь контроль, весь ключевой функционал работает на рабочей станции сотрудников, на контролируемом компьютере. Ну, дальше, соответственно, вставляется вариант с дибридной ДЛП, когда функционал может равномерно работать и там, и там. К сожалению, полноценных дибридных решений, где одинаковый функционал на агенте и на сервере, на сегодня на рынке не существует. Мы, кстати говоря, к этому потихонечку идем. Опять же, специфика российского рынка это своеобразный мазохизм, когда предлагаются решения, которые позволяют только наблюдать. они не позволяют продолжать вращать утечки. Можно наблюдать, а потом наказывать, реагировать на то, что уже состоялось. Опять же, обращаясь к терминологии, которая принята за рубежом. Есть замечательный блок компании Ситюрозис. Я вот здесь специально положил ссылочку на вайтпепер по ДЛП. достаточно независимая документация, не привязанная в жестком виде к какому-либо из вендоров. Очень смело можно читать, пользоваться. Вот на экране есть пара вырезок из определений. Вот, если честно, я нигде не вижу слова наблюдения. Вот только в конце. Наблюдение за контентом и фильтрация опять же контента. То есть, голого наблюдения, голого протоколирования нет нигде. Вывод простой. То, что не позволяет предотвратить утечку, ДЛП не является. Это где-то рядом. Это полезно может быть. Это решает хоть какие-то задачи безопасности. Хотя бы задачу расследования инцидента. Но задачи предотвращения такие системы не могут выполнять в принципе. По-хорошему, основной задачей, если говорить о безопасности в плане борьбы с утечками данных, является непрерывный контроль. Контроль всех возможных каналов, по которым может происходить информационный обмен, передача данных. Можно сказать, что вы контролируете процесс, такой широкий термин, широкое понятие, если вы знаете точно, что, где и как будет происходить в каждом отдельно взятом процессе, в определенное время, при условиях, которые вы сами и задали. То есть, вы контролируете передачу данных, если вы точно можете заранее избирательно задать параметр управления доступом к каналам, параметр регистрации событий, и можете обеспечить инспекцию тех данных, которые хранятся. Очевидно, что наиболее эффективно эту задачу можно решить только на рабочей станции, там, где потоки данных возникают. Потом, чаще всего, бывает уже поздно, просто поздно. А в некоторых случаях и невозможно. Например, контролировать съемный накопитель на сетевом уровне невозможно физически. Для этого нужно решение, работающее прямо на компьютере. При этом, мы считаем очень важным возможность предотвратить утечки в любом сценарии, как внутри офиса, так и вне. Сотрудник, который взял в руки ноутбук и пошел работать на поляне в хорошую погоду, представляет с точки зрения безопасности не меньшую угрозу, чем тот, который сидит в офисе. У него на машине может быть уже все, что угодно. Та самая клиентская база, которую он полчаса назад аккуратненько экспортировал из серой системы и положил к себе в виде файлика. Вот здесь опять интересный нюанс. Есть целый ряд DLP-решений, где ноутбук, вышедший за пределы контролируемой сети, просто забывает о существовании DLP-системы. Ее нет, потому что весь контроль ведется на сетевом уровне. Отключили VPN, подключились через LTE или через Wi-Fi к бесплатной сети в Макдачке, все, контроля нет, никакого, ни контроля доступа, ни протоколирования, нет ничего. Или еще интересный вариант, когда хоть как-то это работает, но чтобы контроль убрать, достаточно остановить агента или снести совсем. И делать это легко и очень легко, достаточно иметь примитивные навыки, хоть какой-то работы с Windows. Будет ли такое решение эффективным? Мне кажется, нет. Защита должна быть равносильной, что внутри, что вне. сотрудник командировки обладает теми же знаниями, той же информацией, что и сотрудник внутри офиса. Опять же, возвращаясь к манере, протоколируем все и когда-нибудь накажем, есть простая зарубежная практика. Достаточно свежий пример, когда мы решали задачу нашего немецкого клиента, который мигрировал с Semantic на DeviceLog. Клиент очень большой, очень серьезный, 12 тысяч лицензий в одном офисе. Что произошло? Они пришли и сказали, вот наши текущие политики, которые мы используем в данном продукте. Мы хотим перейти, но ничего не менять. Сохраните нам, пожалуйста, все как есть. И что мы начали делать? Мы начали анализировать эти политики, параметры, как они выглядят, вы, в принципе, видите сами на экране. Почти везде стоит жесткое ограничение. Нельзя, нельзя, нельзя. Если можно, то кому можно? Огромное количество белых списков, огромное количество индивидуально разрешенных устройств. Если устройство разрешено, то включается лодирование. Немцы использовали очень простой и прагматичный подход, как традиционно для немцев. Квадратиш, практиш, гуд. Принцип простой. Если человеку по работе какой-то канал передачи данных не нужен, значит не нужен и доступ к нему. Надо делать работу, а не экспериментировать с разными сетевыми сервисами и устройствами. Просто и эффективно. Что делает делпи-система? Ключевой ее задачей является принятие решения, автоматическое. Здесь надо понимать, что процесс принятия решения всегда происходит за счет того, что именно DLP условно бегает за процессами, возникающими в операционной системе, пытается их перехватить и что-то с ними сделать. Не наоборот. Никогда операционная система, никогда почтовый клиент не ходит и не ищет DLP, чтобы та проверила, что же там такое происходит и можно ли использовать эти данные для дальнейшей передачи. надо перехватить. Перехватить можно используя два направления. Направление контекстного контроля, когда анализируется, что за пользователь, какие у него есть права доступа, в какое время он пытается провести операции, с каким типом файлов, куда. Второй группой методов принятия решения является анализ содержимого, контентный контроль. Здесь используется целая куча технологий в каждом решении своя подборочка. Самые классические варианты это анализ по ключевым словам с использованием словарей, промышленных словарей, диоспецифических, с поддержкой морфологии и транслита. Используется анализ по каким-то шаблонам данных, например, по регулярным выражениям, в частности, для выявления номеров, паспортов или кредитных карт. Сюда же входят такие вещи, как анализ архивов, анализ текстов, граффити, разные другие методы. Теперь самое интересное, а когда можно анализировать содержимое? Так вы знаете, что самое интересное, проверять содержимое, документ, который люди кидают, например, в почту, можно не только после того, как это письмо уже улетит за периметр, когда оно уже окажется у того, кому оно адресовано, то есть после утечки. Можно анализировать еще до, можно анализировать хранимые данные. Это Discovery технологии. Мы ищем то, что лежит плохо, то, что лежит неправильно. Можно анализировать после, например, использовать полнотекстовый поиск, фильтровать результаты теневых копий, самые теневые копии по содержимому, выявлять эти самые инциденты, выявлять уже случившиеся утечки, потом производить разбирательство, наказывать, работать с персоналом, выявлять тонкие места, группы риска. Это важно и нужно. И, наконец, можно анализировать во время передачи. Как только стартовал процесс, условно, скажем, почтовый клиент поднял голову и пытается отправить письмо. Что в этом письме? Мы можем проанализировать это сразу. Что печатается? Сразу открыли файл, посмотрели, DLP-система, что в нем лежит, нет ли там недопустимых вещей. Или наоборот, печатать нельзя, если в документе нет нужного дисклеймера подвала внизу с указанием на конфиденциальность и значимость этой печатаемой документации. То же самое для сохранения, то же самое при работе через терминальные сессии. Везде, почти везде можно, есть техническая возможность вытащить содержимое документа, содержимое переписки, чата, вложение в письмо или вложение в Skype, в любой другой мессенджер. Можно вытащить, посмотреть и тогда уже принять решение. Можно передавать файл или нельзя. Можно такие-то отдельные предложения в чат дальше прописывать или нельзя. Вот если это есть, вот все вот эти три точки применения контентного анализа, можно говорить о том, что есть и анализ, и фильтрация данных на лету. И это полнофункциональное решение. Что здесь особенно интересно, за счет анализа, за счет контентной фильтрации, в момент передачи, на фазе перехват, можно реализовать раздельный контроль личных и служебных коммуникаций. Если правильно, грамотно прописать DLP-политики и искать не все подряд, складывать на сервер, не все подряд, а только то, что действительно интересует организацию, службу безопасности, то, что действительно непосредственно является корпоративной информацией ограниченного доступа, тогда личные переписки вообще не будут затронуты. Права граждан тоже никак не затрагиваются, уже на техническом уровне. Если в организации, к примеру, в рамках корпоративных бизнес-процессов не создаются графические файлы, например, JPEG, какой смысл их анализировать? Разве только натравить на них ACR и посмотреть, нет ли там в этом JPEG текста, который уже относится к конфиденциальной информации? Есть же там чистая картинка, ну и что в ней? Это уже, наверное, личная информация, это вполне можно допустить. И, соответственно, избежать конфликта между личным и служебным. При этом, когда мы говорим о DLP, важно помнить, что никогда не бывает так, что DLP опережает развитие современных сервисов. Всегда наоборот, всегда сначала появляется канал утечки, какой-то новый мессенджер, новая веб-почта, новое файловое хранилище с общим доступом, что угодно, особенно это касается интернета. Появляются новые, наконец, накопители, которые еще неизвестны DLP-решениям. И только потом мы, DLP-вендоры, догоняем этот технологический процесс, инновации и создаем что-то для борьбы, для контроля этого. Наконец, существуют методы социальной инженерии, когда условному Иванову можно использовать веб-почту, а Петрову нельзя. Но Петров договорился с Ивановым, слил ему через внутренние каналы, а тот передал дальше. Бороться с этим можно только одним способом. Предотвращать утечки до того, как они могут случиться. Поиск за счет технологии Content Discovery. Это поиск и обнаружение в корпоративной инфраструктуре данных конфиденциального характера. ограниченного доступа. Если, к примеру, у финансистов лежат документы проектировщиков, явно что-то не то. А если наоборот, то это еще смешнее. Проектировщик проектирует, финансист считает деньги. Вряд ли это где-то смешивается. Это повод задуматься и провести разборку. Теперь перейдем к архитектуре. Есть два основных варианта, как я уже говорил. Есть сетицентричные DLP-системы, где ключевым звеном является DLP-сервер. Они хороши и удобны, особенно для детероденных сред, где пользователи с равным успехом работают на Windows операционках, на Mac, есть еще и Linux. В этом случае создать равноценный, одинаково, с одинаковым качеством функционирующий один на всех трех операционных системах, ну, ближе к фантастике или к очень большим затратам. На сегодня в мире нет ни одного DLP-решения, имеющего равный функционал для всех трех операционок, просто нет. Ну, я думаю, когда-нибудь появится. Сейчас нет. Так вот, DLP-решение на сервере, оно, в принципе, эту проблему как-то нивелирует. Но это касается только ситуаций с передачей данных к сети, почту, мессенджеру и так далее. И иметь жесткое ограничение при контроле устройств. Контроль устройств на сервенном уровне невозможен. Значит, нужен, опять же, агент. Плюс еще интересный нюанс с филиалами. Как правило, DLP-серверы весьма дорогие. И для каждого небольшого филиала покупать свой сервер это проблемно. И придется как следствие либо перенаправлять трафик, либо в случае слабого канала оставлять филиалы без контроля. Или очень много платить. Возникает вопрос, а стоит ли цена решения столько же, сколько возможно утечка. Ну и, наконец, мобильные сотрудники или компьютеры, которые позволяют подключиться к альтернативному каналу, а не корпоративной сети передачи данных, они, скорее всего, выпадут из любого контроля. Другой структурный вариант это хостовая DLP-система. А наша международная терминология Endpoint DLP. Здесь такое ключевое звено, как сервер, оно в принципе отсутствует, поскольку весь функционал выполняется на аденте, на рабочей станции. То есть, естественно, серверные компоненты они будут для управления, для сбора теневых копий, протоколов, для поиска данных, но они не несут ключевой роли в перехвате и в контроле, в непосредственном контроле. Это все делается на аденте. Как правило, основная масса эндпоинтовых DLP-систем работает на операционной системе Windows. Некоторые поддерживающие Mac, мы в этом числе, кстати, есть отдельные решения для Linux, но, как правило, они очень слабого качества, напоминают студенческие поделки. Здесь из минусов сразу можно назвать повышенные затраты на производительность. Чудес, к сожалению, не бывают, за все придется платить. И чем сложнее правило анализа передаваемой информации, тем выше будет нагрузка на рабочую станцию, больше будет кушаться памяти, процессор. От этого никуда не деться. Если политики попроще, значит и решения принимаются быстрее, и затраты сводятся к нулю. Зато нет проблем с филиалами. Один тут без разницы, что он стоит в корпоративной сети головного офиса, что в условном рабочем поселке на севере. Лишь бы компьютер был. Мобильный сотрудник то же самое. Перехват происходит непосредственно на рабочей станции, непосредственно в процессе передачи данных в приложении. В зависимости от того, какое приложение, может быть разный уровень, а в любом случае это происходит на рабочей станции. Поэтому какая разница ноутбук это или здоровенная башня с отдельным монитором. Нет разницы через какой физический канал передачи идет. Что это подключенный кабель, что Wi-Fi, что 3G. Протокол SMTP, например, одинаковый, не зависит никак от того, по какому физическому каналу пойдет трафик. Что касается изначально заданной темы, хотел бы подчеркнуть очень важный момент. Есть классическая поговорка, дьявол кроется в деталях. Вот это прямо относится к DLP системам. Вот эта разница, она порой бывает незаметна, особенно если читать только маркетинговую документацию. В ней всегда все красиво. Маркетологи, как правило, работают хорошо и пишут, что продукт умеет много. Вы знаете, когда я читаю разные обзоры и особенно таблицы сравнения от различных аналитических сайтов или журналов, мне становится смешно, когда я вижу сходу огромный раздел называемой технологии. И там перечисляются словари, морфология, поиск похожих, в интерпретике еще много-много всего там и нигде почему-то не указывается где и когда оно работает. Указывает, например, контроль SMTP. Прекрасно. Где он работает? Если это сетевое решение, понятно, мы его перехватили, положили тюневую копию и все. Ни контентной фильтрации, ни возможности запретить передачу данных нет. Об этом молчат. Это дело пив-кавычка. Предотвращения утечки не будет. То же самое касается веб-почты или браузера. Делается, к примеру, контроль передачи данных в HTP. Отправка файлов через HTP протокол. Но работает он только в интернет эксплуорер. Заходим через Firefox, все, нет контроля. Отправляем, что хотим. Очень интересно. Есть очень интересные ситуации, когда можно распечатать документ, если его перед этим нигде не сохранять. То есть, берем документ, который печатать нельзя, и система на него отработает. Создаем тут же новый, пустой, через буфер обмена перекидываем все, что нам надо, пустой документ в новый, и не сохраняя нажимаем кнопку печать. Улетает со свистом. Есть целый ряд решений, входящих в топ-3, например, по Гартнеру, международных, таких, крупнейших группе решений, где эта дырка существует испокон веков. И это они, скорее всего, никак не изменят, потому что ведется перехват не процесса печати, а файла, который печатают, а файлика нет. Печать есть. Защиты нет. И так далее. Вот этих нюансов очень много. И вот именно в этих нюансах как раз и определяется разница между DLP, между предвращением утечки, и DLP в кавычках, когда предвращение делается за счет психологии, за счет того, что сотрудник знает, что может быть, его поймают и может быть накажут. То есть очень много слова может, очень много вероятностей. А ведь надо это говорить о том, чтобы иметь возможность технически предвращать утечку. Не психологически, а технически. Вот тогда это решение класса DLP без кавычек. Вот наш продукт относится именно к этой категории. У нас честное эндпоинтовое DLP решение, работающее на рабочей станции и обеспечивающее предвращение утечки, техническое предвращение, не психологическое. И контроль утечки в плане мониторинга через локальное устройство, порты и интерфейсы на низком уровне, на уровне белых списков для USB, для любых принтеров, через самые разные каналы сетевых коммуникаций от классического HTP и FTP, естественно SSL в том числе, до протокола SMB, например, до таких замечательных сетевых почтовых сервисов, как MAPI и LOTUS, которые сейчас IBM. Очень много всего. При этом во всех этих, в обоих этих направлениях, что для контроля устройств, что для контроля сетевых каналов, можно использовать технологии контентной фильтрации, можно проверять содержимое. Есть отдельный компонент комплекса, который позволяет сканировать хранимые данные и обнаруживать то, что хранится с нарушением корпоративной политики безопасности. Есть собственный поисковый сервер. Продукт комплексный, построен по модульной архитектуре. Ключевым компонентом продукта является исторический девайс-лог, который обеспечивает контроль устройств и в нем же размещена платформа всего комплекса и компоненты, обеспечивающие управление комплексом. Одновременно с девайс-лог на рабочей станции автоматически устанавливается еще два компонента, которые вместе физически образуют один-один. Логически они разделены на три компонента. Это еще раз повторюсь, девайс-лог, это компонент network-лог, обеспечивающий контроль сетевой части передачи данных и компонент content-лог, позволяющий использовать контентную фильтрацию и анализ содержимого передаваемых данных. В совокупности четыре компонента device-лог, network-лог и content-лог вместе с поисковым сервером device-лог образуют device-лог endpoint DLP-suit плюс продукт device-лог discovery для сканирования и обнаружения данных. Как я уже говорил, device-лог относится к адентским DLP-решениям, то есть имеет полноценный, полнофункциональный адент DLP, который взаимодействует с собственным сервером управления, либо может прозрачно встраиваться групповые политики домена, что является совершенно шикарным и очень низкозатратным способом управления и развертывания агентов в организациях, которые используют доменную среду, используют Active Directory. Весь контроль ведется агентам. Это касается любой передачи данных через любые каналы сетевого плана, через локальную сеть, через Wi-Fi, через LTE, 3G и так далее. Разницы нет никакой. контроль каналов локальной синхронизации для мобильных устройств, контроль съемных накопителей, каналы печати, плюс поддержка и контроль в терминальных сессиях. Что позволяет продукт? Во-первых, это на экране сейчас список тех технологий, которые являются ключевыми и относятся к комплексу в целом. Во-первых, контроль доступа пользователей является гранулированным. мы не пытались сделать примитивную блокировку по методу включено-выключено. Контроль к любому устройству, к любому каналу сетевых коммуникаций можно задать раздельный для каждого пользователя по времени, по дате, для группы пользователей. Это могут быть локальные, могут быть доменные группы пользователей, как угодно. Любая фантазия применима. Есть белые списки для USB устройств, белые списки для сетевых протоколов. Есть функционал временного доступа по устройствам для мобильных сотрудников или просто тех, у кого нет подключения к консоли управления или к серверу. Обмен кодами доступ есть, элементарно, ничего сложного там нет. Все, что пользователи делают, Devyslog позволяет детально протоколировать. Плюс к этому теневые копии. Теневые копии для всего, для записи на съемном накопителе, для печати, для передачи по сети, с раздельным протоколированием чатов, вложений, самих писем, вложений в письма. Все данные могут храниться централизованно в базе данных и индексироваться для последующего быстрого поиска с оппорным сервером Devyslog.soc.server. Плюс к этому реализовано оперативное оповещение служб безопасности в реальном времени, то есть произошло событие, тут же улетает оповещение. Пользователь что-то сделал. Вы можете увидеть буквально через минуту. Это реализовано за счет поддержки SNMP-трапов, отправки классических писем по SMTP и, начиная с новой версии, реализована поддержка протокола сиселок. То есть интеграция в системы СИЭМ стала еще более простой. Есть автоматическое детектирование в каком режиме находится компьютер. И можно сдать два набора политик. Компьютер в сети. Один подход к безопасности. Компьютер оторвался от сети или стал быть виден контроллер домена или сервер Devyslog. Автоматическое переключение на режим офлайн. С другими политиками. Они могут быть идентичными. Могут чуть-чуть отличаться. Могут совсем отличаться. Это на усмотрение администратора. Как угодно так и сделали. Как нужно. Один Devyslog очень хорошо качественно и надежно защищены от воздействия пользователя с любыми правами включая локального и даже доменного администратора. Бывали случаи когда не очень качественно происходило внедрение забывали что администратор доменный может поругаться поссориться уйти из компании поломать свою учетку было пара случаев когда администратор становились неуправляемыми. Естественно у нас есть инструментарий для исправления такой ситуации но новый администратор ничего не мог сделать установлен Devyslog он уже не был его администратором ему оставалось только одно грузиться с внешнего накопителя и сносить все. Такой способ естественно мы никак проконтролировать не можем но все остальные случаи когда происходит загрузка защищенной операционной системы находятся под контролем. Я уже упоминал что есть возможность использования групповых политик доменом это действительно шикарный способ для управления не надо придумывать отдельные сервера не надо беспокоиться о том дойдет ли политика есть ли компьютер в домене и он получает групповые политики значит можно быть уверенным в том что он автоматически получит аден DLP системы автоматически получит политики при любом их изменении они будут доставлены и применены сразу же если групповые политики по какой-то причине неудобны или попросту не реализованы в организации это не страшно мы об этом тоже подумали и предлагаем целый ряд других вариантов управления через консоли пакетное управление через консоли управление через собственный сервер заранее сделанный MSI файл MSMS инсталлера много всего все случаи в общем-то у нас предусмотрены и реализованы но групповые конечно самое то самое быстрое и удобное еще раз по компонентам ключевым является device lock или device lock base этот компонент является ядром системы и в плане контроля доступа обеспечивает контроль устройств контроль интерфейсов и портов то есть грубо говоря жилеток тут же событийное протоколирование или аудит тут же тревожное оповещение теневые копии всего что идет на подключаемые встроенные устройства при этом поддерживается контроль устройств перенаправленных на терминальный сервер с удаленных машин через терминальные сессии то есть обеспечить полноценную DLP защиту для сотрудников сидящих за тонким клиентом или в домашних условиях через клиент подключившегося к виртуальной рабочей среде в офисе очень даже реализуемо надо подключить принтер хорошо подключай он будет под контролем device lock хочешь записать на флешку если можно то запишешь флешка пробрасывается в терминальную среду и попадает под контроль device lock network lock следующий компонент его задача это контекстный контроль почты mapi smtp lotus ibm и веб почты это контроль социальных сетей как отдельной абстракции над протоколом HTTP здесь четко выделяются социальные сети естественно набор их ограниченный все социальные что существуют в мире мы физически не можем реализовать контроль но самая популярная самая распространенная для них контроль давай с лог реализован что важно здесь сделан раздельный контроль собственно просмотра социальной сети чтение ее и возможность отправлять в социальную сеть посты файлики и так далее есть контроль очень расширенный развитый для различных мессенджеров со сдельным протоколированием теневым копированием контролем доступа для переписки и вложений интернет протоколы классические HTTP FTP торренты и телнет кстати тоже под контролем если используется SSL шифрование это не проблема сделана нормальная хорошая работа с сертификатом не мешающая другим грамотно реализованным приложением контролирующая SSL трафик и наконец контроль сервисов файлового обмена плюс контроль SMB протокола то есть внутренних файловых шар далее можно использовать технологии контентного анализа давай с лог реализован поиск по ключевым словам предоставляется без ограничений большой набор геоспецифических словарей отраслевых промышленных причем без разделения для разных отраслей промышленности то есть мы не продаем словари по отдельности они все входят в одну лицензию на контент лог морфологический анализ поддерживается транслитерация для русского языка поддерживается морфология там для огромного списка языков без ограничений прекрасно работает есть анализ по шаблонам регулярных выражений то что называется легоэксп естественно различные условия срабатывания там тоже встроены весовые коэффициенты критерии все это есть есть анализ по расширенным свойствам документов это тлитул автор размер дата создания вот то что позволяет отсеять более тщательно более точно есть поддержка Oracle IRM запечатанных этим замечательным приложением для документооборота архивы контейнеры текст графики это все тоже анализируется есть встроенный модуль ACR бесплатный входящий в лицензию не очень нагружающую машину достаточно такой не ресурсоемкий работающий быстро сам контентный анализ device log может быть реализован в трех вариантах во первых для контроля доступа во время передачи данных как для разрешения передачи так и для запрета во вторых для теневого копирования то есть можно сделать избирательное теневое копирование и класть на сервер базу не все подряд а то что действительно имеет значение то где те данные те документы те файлики где есть значимая для службы безопасности информация и наконец в асинхронном варианте только для обнаружения когда контентный анализ проверка документа не мешает самому процессу передачи данных происходит где-то параллельно независимо при этом можно обеспечить вот то самое протоколирование содержимое направить тревожное оповещение о том что была выявлена вот только что попытка передачи данных или уже состоялась передача данных это зависит от параметров заданных делпи-политик я уже упоминал про возможность контроля сетевых терминальных сессий мы называем это технологиями девайслог виртуал DLP логика здесь очень простая предполагается что доступ к опоративным данным нужен сотрудникам только на время работы поработал забыл нету данных данные лежат все время на терминальном сервере где-то в виртуальной среде человек подключился и видит перед собой картинку он не получает файл например какую-то ту же самую клиентскую базу в живом виде он видит ее картинку вся обработка происходит на терминальном сервере это одна из лучших моделей безопасности в принципе когда есть тонкие клиенты обработка данных и хранение данных не на рабочей станции а где-то там на стороне организации в отдельных серверах что специфично для девайслог виртуал DLP это то что DLP технология интегрируется в терминальную среду вместо какого-то локального контейнера для защищенного более или менее хранения данных предлагается виртуальная рабочая среда при этом нет никакой зависимости от того какая мобильная платформа используется можно использовать телефон тонкий клиент любой можно использовать домашний компьютер нет разницы потому что DLP 1 не устанавливается на вот это самое внешнее устройство ни на планшет ни на телефон ни на ноутбук никуда не стоит он живет внутри терминальной сессии на терминальном сервере или в опубликованной виртуальной среде поисковый сервер в составе комплекс device log называется device log search server он опциональный лицензировать его или нет всегда остается на выборе клиента по сути это простейший аналог такого гугла по базе данных событийного протоколирования и теневым копиям он позволяет искать быстро и удобно то что лежит в базе то что передавали пользователи или пытались передать это полнотекстовый поиск поиск внутри самих теневых копий работает по большому счету достаточно просто он индексирует все содержимое и по индексу поиск уже идет быстрее следующий компонент device log discovery он тоже является самостоятельным может входить в состав комплекса может лицензироваться отдельно device log discovery автоматическом режиме сканирует и проверяет что лежит на машинах что лежит в сетевых хранилищах то есть проверяет содержимое файлов хранимых в корпоративной среде и обнаруживает тот контент который хранится с нарушением определенной службы безопасности политики мало того device log discovery не просто находит он еще и устраняет нарушения политик безопасности найденные документы найденные файлы можно удалить удалить навсегда то есть гарантированное удаление можно выдать пользователю оповещение в плавающем сообщении на экране что мы нашли что-то не то зачем убери а можно оповести администратора можно изменить право доступа к документу файл есть а доступа нет а можно еще и зашифровать его и расшифровать уже сможет только администратор такой вот своеобразный аналог карантин над карантином мы кстати тоже работаем будет отдельная функция с чистым классическим карантином когда документ забирается для анализа и потом возвращается в случае если все в порядке естественно device log discovery кроме собственных действий формирует по итогам работы поисковых задач еще и отчеты где подробно расписывается что искалось где искалось что нашлось что было при этом сделано поиск ведется в двух вариантов вариант первый это сервера когда device log discovery сервер удаленно по протоколу SMB подключается к контролируемым рабочим станциям и проверяет содержимое либо может поставить адент свой собственный адент или использовать адент device log общий и он уже будет это сканирование выполнять локально хотел бы еще отметить что помимо уже тех компонентов комплекс о которых я уже рассказал device log network log content log то что образует в совокупности адент device log помимо сервера полнотекстового поиска и консоли управления device log есть еще компонент device log enterprise server его особенность в том что он бесплатный и может быть установлен в любом количестве экземпляров то есть device log позволяет создать распределенную DLP систему для любой инфраструктуры с любым масштабом с любым количеством филиалов подразделений и создавать развесвеленное хранение данных развесвеленное управление адентами как угодно как удобно хоть отдельный сервер для каждого пользователя ради бога это можно количество SQL баз данных тоже может быть разным а поиск по ним может вестись централизованным любые варианты которые вы себе можете представить они все реализуемы как я вначале говорил этот вебинар мы приурочили к выпуску device log 8.2 это наша новая версия в которой мы шли почти год было проведено огромное количество работы очень много оптимизации в коде оптимизации функционали в управлении продуктом и конечно же новые функции первое о чем хотел бы сказать это расширение возможности контент лог мы добавили возможность в контентных правилах в правилах анализа содержимого использовать идентификаторы и адреса отправителей и получателей для почты веб почты и рядом мессенджеров что это дает например возможность ограничить переписку только корпоративной почтой или отдельными адресами то есть отправлять письма с чужих с личных ящиков будет невозможно при этом направлять переписку только допустимым адресатам например бухгалтерия сможет отправлять свои отчеты только с рабочих ящиков и только финансистам руководству и так далее тем кто может получать информацию исключаем возможность случайно отправьте тем кому не надо при этом при этом это еще и комбинируется с другими возможностями стенджерного анализа правила могут быть сложными составными используется булевая логика все параметры можно комбинировать как угодно по размеру по содержимому по наличию ключевых слов по срабатыванию на регулярное выражение все все можно комбинировать составлять как хотите гибкость очень высокая и это не баравада enterprise сервер один управляющий сервер device lock теперь он становится действительно управляющим в версии 8.2 мы добавили возможность явным образом распространять политики безопасности и устанавливать один device lock на рабочей станции через наш сервер это альтернатива управлению через консоли или серверный вариант для организации где по какой-то причине не используется контроллер домена не используется групповой политики при этом управление сделано достаточно навороченным используется как push так и pull обновление как сам сервер может инициировать установку и передачу адента адент запрашивает по разным заданным условиям или по запросу пользователя с контролируемого компьютера новые политики следующее улучшение и новая функция для антопро серва это раздельный сбор данных пользователь может мигрировать по организации работать за разными машинами но теневые копии и события которые получены при работе этого пользователя будут направляться на определенные сервера если это задано а серверами в свою очередь могут работать уже определенные сотрудники в службе безопасности то есть возможность разделить работу с пользователями пожалуйста мы это реализовали поисковый сервер сам тоже получил целый ряд новых функций во первых это запуск поисковых запросов по расписанию их сохранение администратор делает нити поисковых запросов кстати язык поисковых запросов мы тоже расширили улучшили обогатили булева логика поддерживается поиск внутри полей поддерживается все что угодно очень много чего рекомендую посмотреть итак администратор создает некий запрос он может его сохранить импортировать на другом поисковом сервере и поменять потом и настроить расписание для его запуска может выполнить прямо сейчас и получить результаты вот свежие сейчас может настроить запуск по расписанию и получить результаты уже например по почке при этом результаты могут быть с инкрементом то есть только свежие данные то что было предыдущим результате поиска можно не отображать видеть в чем разница что изменилось со временем последнего поиска еще одна интересная новинка у нас это интерактивный граф связи поскольку он интерактивный я взял только один из вариантов он очень интересный он красивый действительно все это перекликает меняется он динамический взяли за узел потянули посмотрели как изменилась картинка статистику нажали получили развернули этот граф связи позволяет визуализировать посмотреть глазами как общались пользователи внутри организации внешними здесь еще возможно фильтрации возможно построение статистики по разным узлам при построении этого графа используются те соединения которые девайслог обнаружил при использовании почты это SMTP IBM Nodes MAPI это веб-почта социальные сети и мессенджеры по всем этим каналам передачи данных можно построить такой вот граф связи ну конечно же на этом развитии продукта мы не останавливаем сразу же не останавливаясь пришли к разработке свежей версии ну на самом деле мы еще раньше начали но формально вот сейчас со вчерашнего дня мы работаем над тем чтобы появилась возможность автоматически по расписанию создавать отчеты отчеты по данным событийного протоколирования и по данным теневых копий допустим на столе расписания через какое-то время приходит отчет по почте мы начали работу над использованием цифровых отпечатков для контентного анализа и финтации это фендерпринтинг планируем добавить в число контролируемых сервисов до тем мессенджеры как вайбер ватсап и телеграм причем под словом контроль как всегда мы понимаем только полноценный контроль никакого отдельно взятого протоколирования только контроль доступа плюс протоколирование плюс теневого копирования все что можно сделать мы будем сделать неполноценность это не наш вариант планируется сделать такую аналитическую вещь как карточки сотрудника где будут различная подробная статистика связи польские другая полезная информация и начата работа над поддержкой прозрачного шифрования файлов сегодня это реализовано за счет интеграции с определенным набором сторонних криптопродуктов без объединения кодов планируется сделать в поддержке определенных криптоконтейнеров и принудительным шифрованием носителей уже за счет политик DLP в device log вот на этом в принципе все что я хотел сегодня рассказать сейчас я готов если есть вопросы на них ответить еще раз напомню что через два дня у нас состоится еще один вебинар где будет больше упора на новый функционал и его демонстрация вебинар планировался как закрытый по той простой причине что мы его ориентировали на наших пользователей те кто уже использует давай слог естественно никаких преград для других желающих его послушать нет можете написать мне или в нам техподдержка мы с удовольствием дадим вам ссылочку для подключения к нему а так отдельной публикации отдельной новости про этот вебинар не было только закрытая рассылка вот прошу ваши вопросы если есть сразу могу сказать огромное спасибо что вы вытерпели уже час вашего драгоценного времени итак вопросы если есть пожалуйста маякните в чат хотя бы точкой запятой чем угодно что вопросы будут давайте сделаем просто я считаю до например пяти если никто не понимает что есть вопрос будем считать что на этом наш вебинар закончился и пойдем заниматься своими делами вопросов а вопрос как то можно получить копию презентации для представления руководства степан если честно во первых запись вебинара сейчас ведется во вторых наша компания наверное единственная на российском делоперенте которая работает по простому и честному принципу нам скрывать нечего ни маркетинговой документации ни презентации ни технической документации ни сам продукт девайслог открыто совершенно лежит на нашем сайте когда вебинар закроется вы увидите ссылочку где будет возможность скачать его поставить и смотреть как угодно лицензия вшита функционал не обрезан все что есть все работает нам действительно нечего скрывать презентацию конечно тоже можно вы можете написать мне письмецо я вам с удовольствием дам ссылочку на все вот эти вещи поддержка аппаратных средств авторизации вопрос не очень такой однозначный если говорить про токены то с точки зрения девайслог нет необходимости как-то специфически поддерживать для нас главное им не мешать то есть для контроля потоков данных используется учетная запись пользователя как она получена в общем-то девайслог без разницы ее отдает операционная система если авторизация при этом происходила с различными токенами или какими-то другими средствами авторизации то хорошо еще надежнее система стала единственное что нужно иметь в виду что поскольку почти все токены используют интерфейс USB то при его жестком контроле при запреке надо помнить о том что эти токены используются и как-то их вносить в белый список чтобы конфликта на этом уровне не было в остальном задачи поддержки не возникает еще вопросы коллеги так ну что считаем вопросов нет раз вопросов нет два и ну что ж похоже что вопросов у нас действительно нет на этом еще раз всем огромное спасибо что вы сегодня были с нами надеемся что у вас появился интерес желание а значит есть и возможность посмотреть девайс лог собственными руками вживую еще раз спасибо до свидания до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...